Дорогие друзья, завтра 18 февраля 2022 года состоится мой концерт в рамках Скрябинского фестиваля, официального государственного Скрябинского фестиваля, первого Скрябинского фестиваля. Те, кто следят за моим творчеством, подписаны на мой YouTube канал, знают, что я в этот сезон и часть следующего играю в рамках моей собственной такой Скрябинской программы все фортепиальные сочинения Скрябина. Это происходит в музее Скрябина, это происходит в малом зале и не только в малом Московской государственной консерватории. И, ну, наверное, многие уже так думают, когда бы выбраться на концерт Алексея Чернова, чтобы послушать, что же он там все-таки такой со Скрябином делает. И вот мне кажется, что мое выступление на Скрябинском фестивале завтра, это как раз вот самый подходящий случай, чтобы все-таки уже прийти на концерт и послушать Скрябина в моем исполнении. Почему? Почему именно завтра? Дело в том, что на этом концерте я буду повторять программу моего второго концерта из цикла всех сочинений Скрябина, где я играю позднего Скрябина. Эта программа будет уже игрная, именно причем в том порядке, в котором она уже звучала. То есть я в этой программе наиболее опытен. И вот могу сейчас сказать, сижу, занимаюсь, готовлюсь к концерту, что я чувствую такое вот настоящее вдохновение, которое приходит тогда, когда программа уже не раз игралась. И когда ты открываешь мне какие-то новые горизонты и действительно полностью погружаешься в эту музыку, не думая о том, что какие-то произведения, может быть, только выучены, какие-то произведения, ну, совсем свежие. В этой программе я действительно чувствую себя, ну, вот как в своей тарелке полностью. Вот, тем более, что я всегда любил именно позднего Скрябина, а в этой программе будет в основном поздний Скрябин. Я всегда его очень любил, всегда очень тонко и, как мне кажется, по-настоящему чувствовал. И вот я рад буду завтра в музее Скрябина в рамках Скрябинского фестиваля на моем концерте поделиться вот этой своей любовью к музыке позднего Скрябина. Как я уже сказал, эта программа полностью повторяет вторую мою программу из цикла «Все сочинения Скрябина». А в этой программе я записывал отдельный ролик. Вот здесь сейчас всплывет ссылочка, можно будет его посмотреть. Для этой программы предполагалась светомузыка. То есть световое сопровождение, поскольку Скрябин именно в поздний период своего творчества пришел к этой идее сопровождать музыку светом, но не только светом, еще другими эффектами объединить все искусства, ему была такая идея. И логично именно в позднем творчестве, играя его фотопианное сочинение, сопровождать исполнение светом. Но аппаратура в музее Скрябина, она в общем такая достаточно хрупкая. Поэтому сейчас там есть некоторые технические проблемы. Я не знаю, как в итоге это все получится. Если не получится в этот раз, то я обещаю, что я придумаю еще более интересную программу. И в этом году обязательно ее сыграю. Пока у меня все это в руках, пока я действительно поймал вот эту волну такого Скрябинского настоящего вдохновения. Вот. Так что в любом случае жду всех завтра. Я сейчас в хорошей форме и очень постараюсь всех, кто придет, погрузить в мир Скрябина так по-настоящему. Порадовать. Ссылка на афишу концерта, на его анонс точнее, и на покупку билетов будет в описании. Так что переходите по ссылке, покупайте билеты. Будет много позднего, не только позднего Скрябина. Кстати, сыграю очень редко его исполняемое произведение. Это полонез, единственный полонез, который он написал. Это раннее произведение. Я с него начну, и дальше мы все больше и больше будем подходить и углубляться в его такое позднее мистическое творчество. Так что будет много такого подлинного, настоящего Скрябина, вдохновенного. Постараюсь, чтобы это было так. И никакого джаза. Так что приходите. Всех вас жду в музей Скрябина завтра, 18 февраля 2022 года, в 19.00. Билеты по ссылке в описании. Билеты по ссылке в описании.